И к нашему эфиру присоединяется Виктор Чумак, заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор в 2019-20-х годах. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Слава Украине. Героям слава. Вы знаете, мне кажется, что буквально до оглашения результата в комиссии ООН многие люди, в том числе и политики, на Западе до конца даже не верили, что в Украине на оккупированных территориях происходят такие жуткие для понимания европейцев и американцев вещи. Тут приходит на память Нюрнбергский процесс, где судьи поначалу даже не верили, то, что им рассказывали свидетели и прокуроры, считают это преувеличением. Мне кажется, подобное что-то наблюдается и сейчас, и вот только трибунал еще не начался, как вы считаете? Ну, я знаете, я с вами абсолютно согласен. Это, наверное, такая защитная реакция человеческого организма, который не может себе представить, что такие зверства могут быть в 21 веке. Такие зверства могут быть, в принципе, на территории Европы, двух европейских стран. Одну нельзя назвать вообще европейской страной, одну тяжело назвать какой-то страной. Поэтому у людей включается такая защитная реакция, да вы что, это же как-то невозможно, это же так же люди не поступают вообще, понимаете, как бы цивилизованные люди. Они же привыкли считать Россию когда-то все время цивилизованным государством. У них был бизнес, они ввели с ними бизнес, они абсолютно туда с удовольствием ездили, пили водку, пили, ели черную икру и так далее и тому подобное. Вот, а сейчас, сейчас им приходится, понимаете, принимать то, что эта страна может, руководство этой страны, военнослужащие этой страны, государственная политика этой страны, может быть направлена на уничтожение другой, абсолютно другой нации. Мы уже второй день обсуждаем доклад главы независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине Эрика Мёса. И вот важно то, что, знаете, все чаще звучит слово геноцид. Если поначалу, как мы помним, признаков геноцида ООН не видела, то сейчас комиссия при Совете ООН, я приведу цитату, вот сейчас даже, комиссия также обеспокоена возможностью геноцида и подстрекательства геноциду и продолжает свое расследование. Скажите, почему иногда так трудно вот разглядеть и признать очевидное? Вот сколько людей для этого должно умереть насильственной смертью, да? Неужели недостаточно того, что уже известно? Ну, этого, наверное, уже на несколько Нюронбергов могло бы хватить. Дело не в смертях, скорее всего, и не в количестве смертей. А дело в том, какая государственная политика агрессора или страны, или государственная политика руководства по отношению к целой группе людей, которые подвергаются геноциду. И вот это очень сложно доказать, что именно целью этой государственной политики, целью этих действий является не просто уничтожение конкретного человека, а уничтожение целой определенной группы людей по определенному признаку, по этническому, национальному, вот такое вот. Понимаете, поэтому тут дело не в количестве смертях. А они, опять же-таки, еще раз говорю, что им трудно представить о том, что государственная политика России, она направлена реально на геноцид украинской нации. Вот мы видели сейчас кадры из Буччи, да, и вот оно там же все видно. Ну, это видно, это нам с вами видно. Они видят военных, которые там проходят по селу и там просто-напросто контролируют как-то там вот то, что там происходит. Они не видят этого, они не слышат этих интонаций, они не чувствуют этих разговоров, они не понимают, что делается там. Понимаете, это все надо доказывать, это все надо доказывать не просто как бы вот с кадрами этого, а и с государственными документами, с выступлениями государственных деятелей, с выступлениями, вот как очень правильно сказали здесь людей, которые занимаются государственной пропагандой, а у них как бы все телевидение, которое контролируется государством, занимается государственной пропагандой. И там очень четко и ясно уже становится понятно, что на территории, как сказали про Одессу, сказала какая-то из их ведущих, что на территории Одессы должен быть котлован. Я уже не хочу видеть эту Одессу, которая не хочет быть частью России. Там всех надо убить, всех надо уничтожить. Там просто-напросто сделают котлован. Это про Одессу, про город, который они считали российско-ориентированным. Там русско-ориентированным. Не, русско. Неправильно, российско-ориентированным городом. Подписание к ним. А мало ли таких раньше было выступлений у Соловьева, у Скобеева, Симоньян, Мордана. У кого угодно из них можно было посмотреть, уже говорит, надо стереть лица. Государственные деятели говорят, а нужна ли такое государство Украина, а нужна ли такая нация Украина. Вот все это в совокупности и с действиями, которые происходят на территории Украины уже исполнителей, вот это все может привести к тому, что да, будет воспринято о том, что это является преступлением геноцида. И это преступление геноцида является, в принципе, результатом государственной политики. Ну, действительно, да, вот продолжение ваших слов. ООН начала расследование против российских госпропагандистов по обвинениям в подстрекательстве к геноциду. И, в частности, риторика, да, вот они пишут, что риторика государственных СМИ в отношении происходящего на войне в Украине может быть приравнена к подстрекательству к геноциду. Скажите, чем это может грозить вообще распропагандистам в будущем? В реальном привлечении, скажем, судимых в ГАГе, в реальном. При том, что эти люди, ну, понимаете, мы когда говорим о реальных, мы говорим о том, что суд может быть, может состояться. Но это не обязательно о том, что эти люди могут там быть, присутствовать, да? То есть эти люди могут там и не присутствовать. Но суд по отношению к ним может состояться и может быть это вот. Но это очень сложно, это мы говорим о трибунале, который может произойти, да, которые сейчас форма трибунала, которого обсуждается сейчас, которые ищут правильную форму трибунала. И мы говорим о том, что все эти люди могут стать подсудимыми в результате этого трибунала. Такие факты были, такие уже факты достаточно есть в истории. Это факты в новейшей уже истории есть. Это и осужденные, по-моему, в Африке кто-то там был, и осужденные на балканских войнах из пропагандистов. Ну и можно вспомнить Юлиуса Штрайхера, редактора газеты «Штурмовик». Мне кажется, что в этой газете, я изучал эту тематику, когда делал документальный фильм о Нюрнбергском процессе, и мне кажется, что Штрайхер бы еще и позавидовал, наверное, тем заявлениям, которые сегодня делают российские пропагандисты. Его газета, наверное, еще и не такая реакционная, скажем, как то, что мы слышим и видим сейчас. Ну, вы же понимаете, да, как бы, что делается это все по одним и тем же лекалам. Ложь должна быть грандиозной для того, чтобы в нее поверили. Это слова, как бы, Геринга, да? Геббельса, да. Ой, прошу прощения, Геббельса. Это слова Геббельса, и это, как бы, и вот на этом строится вся пропаганда. Ложь должна быть грандиозной, да? И ложь, в принципе, должна быть такой, когда тебе говорят правду, ты просто напросто ее тупо отрицаешь, не вступаешь ни в какие дискуссии, говоришь, что ты сам дурак. Это вот все построение пропаганды. Сам дурак. Вот наша правда, вот черное – это белое, белое – это черное. И мы на этом стоим. Еще одно важное заявление комиссии – это заявление о пытках. И вот в мире, мне кажется, до сих пор не могут понять масштабы того ужаса, который происходил и происходит в центре Европы. Вот в тех частях Херсонской и Запорожской областей, которые долгое время были заняты российскими войсками, местные жители сообщают о систематических пытках. И вот очень часто эти издевательства, они заканчивались смертью. Скажите, вот такие пыточные, которые оккупанты устраивали везде, где появлялись, это ведь не инициатива какого-то кровожадного командира, который сошел с ума. Потому что мы это видим, это видела комиссия ООН, это не какое-то самоуправство, это самая настоящая государственная политика Российской Федерации. Ну, тут есть нюанс. Вот сразу вам говорю, что тут есть нюанс. Будем говорить так. Потому что вот то, что вы говорите «пытки», это конкретное преступление, конкретное преступление, которое описано у нас в Уголовном кодексе. Это насилие над населением в районе военных действий, насилие над военнопленными, плохое поводжение с военнопленными. И тут вопрос в следующем, что тут конкретно отвечают те люди, которые применяли пытки. Те люди, которые применяли пытки. Тут уже есть конкретные и виноватые. Это не просто результат государственной политики. Это все может идти туда в совокупность. Но это уже самостоятельное, конкретное преступление. И тут отвечают люди, которые применяли эти пытки. И точно так же знал, не знал командир подразделения, командир объединения которого, подчиненные которого применяли пытки, он точно так же несет такую же самую ответственность. Поэтому здесь необходимо устанавливать конкретные имена людей, конкретных, которые совершали эти действия. Но я так думаю, что они, скорее всего, установлены. Я прочитал буквально позавчера, по-моему, в выступлении Костина о том, что на сегодняшний день зафиксировано, то есть, послушайте сюда, зафиксировано, да, это значит, что это, в принципе, внесены в единый реестр досудебных расследований 100 500 военных преступлений. Военных преступлений. Это вот то, о чем мы с вами говорим. Это мародерство, это насилие над мирным населением, это неправильное поведение в отношении с военнослужащими, это там незаконное применение символик различных. Вот это вот 100 500. Представляете, какой это массив преступлений, которые надо расследовать? Здесь просто Ира еще о чем говорила, о том, что, да, конечно, в пытках виновны, ну, с юридической точки зрения, до каждой, кто их производил, командир, который это делал, но речь о том, что пыточные открывались везде, где появлялись российские войска. Мы говорили об этом, о том, что эта часть государственной политики не была такого, да, вот, от маленького села какого-то до большого города. Количество, я не помню уже число, но говорилось там этого, количество этих пыточных, найденных вот по областям, по каким-то районам, которые, то есть, ну вот как, не знаю, заходит воинская часть, они там дислоцируются, да, они там расселяют свой личный состав, где-то там, не знаю, по квартирам, как они это делают, и тут же они открывают пыточную. То есть, это вот... Понимаете, я с вами абсолютно согласен. Знаете, как у них в боевых приказах это записано, или как они это делают? Нет, скорее всего, нет. Я с вами абсолютно согласен, да. Вот то, что вы говорите, что это часть государственной политики. Вот когда мы говорим о геноциде, то тогда вот эти вот действия, все совокупность этих действий, она ложится сюда, в преступление геноцида. Но преступление геноцида – это преступление людей, которые... Полисиммейкеров, да, то есть, которые, в принципе, содействуют политику, создают политику государства. Преступлением геноцида можно привлечь президента, можно привлечь там руководство вооруженными силами и так далее, там, ну, верхушку, да. А вот как бы совокупность этих всех преступлений совершают непосредственно исполнительные. Они совершают свои самостоятельные преступления, да, но которые, если мы правильно с вами говорим, которые являются частью государственной политики, и эта государственная политика называется геноцид украинской нации. Я понял. Отдельно хотел спросить у вас о сексуальном насилии над мирными жителями оккупированных территорий. Вот, как было на сюжете, повторялось, говорилось, возраст жертв, которых удалось установить комиссион только в Херсонской области, это от 19 до 83 лет. И в некоторых случаях членов семьи жертв удерживали в соседней комнате, так, чтобы они через стену слышали все это происходящее. Вот тут, наверное, уже даже не к юристам должны быть вопросы, знаете, больше, наверное, даже к психиатрам. Это же просто, ну, ненормальные люди, звери какие-то. Скажите, вот, а могут ли вот подобные преступления выделять какие-то отдельные производства? И, кстати, эти, ну, преступления всегда очень сложно расследовать, насколько я помню. Об этом нам и полицейские все время говорят в интервью. Ну, это каждое отдельное преступление. То есть его ничего не надо никуда там выделять, потому что это каждое преступление в отношении каждого человека это отдельные преступления. Это отдельное преступление. Это не группа преступлений. Их нельзя никак объединять, потому что каждое, оно имеет свои особенности. Каждое имеет свои, там, отличительные характеристики. Каждое преступление, да, имело там... Они же могут быть частью, частью геноцида, то, о чем вы говорили, вот такие преступления или нет? И еще раз, давайте мы не будем все сваливать в одну кучу. Мы говорим с вами, что морально, вернее так, если мы будем разбирать как бы моральную составляющую всего этого, да, действительно, это может быть, там, мы говорим, что да, это геноцид, потому что в результате этих преступлений тоже, говорит, умирали и так далее. Мы говорим, ну, это не на юридической, да, как бы, не на... не в юридической, как бы, составляющей, не в правовой плоскости вот этого всего геноцида, потому что геноцид, мы говорим об этом, что геноцид, это преступление, конкретное, совершаемое верхушкой государства. Все остальные преступления, это преступления, совершаемые... Мы разделяем, как бы, их... Делаем какую-то юридическую чистоту, да. Все остальные преступления совершаются лицами, и это военные преступления, совершенные в соответствии с конвенцией воинских преступлений, да. Военных преступлений, прошу прощения. И поэтому, вот давайте, вот здесь мы будем разбираться в каждом преступлении. И вот если в каждом преступлении у нас будет выходить, или там 50-60% преступлений будет выходить, а что вы так? Мне же так командиры говорили, мне так начальники, у меня вот телевизор рассказывал, что хохлов надо убивать, украинцев надо вешать, резать и так далее и тому подобное. И вот это вот все в совокупности, да, и потом проверяются эти факты, кто, как, где я их говорил, вот оно все в совокупности, ложится в преступления государственной политики. А так это, вот давайте будем говорить отдельные преступления. Подтверждение ваших слов, да, я помню, были факты, когда в Киевской области, в Киевской области, да, по-моему, Ира, командир заставлял солдат, под приказом заставлял солдат насиловать женщин. Был такой факт. Вот, наверное, вы это имели в виду, да? Да, вот, когда командир буквально заставляет своих подчиненных это делать. Скажите, вообще, трибунал над российскими военными преступниками, насколько мы сейчас ближе к нему? Все ли юридические моменты уже ясны? Нет. Нет. Пока все юридические моменты не ясны, потому что нет еще до конца понимания, на какой правовой основе будет этот трибунал. То есть это будет трибунал на украинском законодательстве, на основе украинского законодательства. Это будет трибунал, созданный на, скажем так, ООН, что хотели мы, международный трибунал. Или это будет трибунал с привлечением международных специалистов? Об этом сейчас чаще идет разговор, что это будет на основе законодательства одной из европейских стран с привлечением украинских и международных специалистов. Пока окончательного ответа на этот вопрос. Поэтому вот говорить о том, что начнется завтра... Ну, все, в принципе, идет в правильном направлении. То, что есть уже сводная, скажем так, совместная следственная группа европейская и украинская, которые исследуют все военные преступления. Офис этой группы открытый в Киеве для сбора доказательств. То есть, как бы, все идет в правильном направлении. Тут вопросов нет тоже. Ну и новости из палаты номер 6. Министерство внутренних дел России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хафманского. Отмечается, что в розыскных карточках в базе МВД не указывается, по какой статье ведется розыск. Также объявлен в розыск его заместитель Луис Дель Каранца, судья Мус Бертрам Шмидт. Ну, я, знаете, не думаю, что все эти уважаемые люди испугались дмарша военных преступников, которых ждут в Гаге. Но выглядит как-то вот это все очень смешно. Зачем это они делают? Кого они хотят напугать? А, кстати, вот прокурора Каримхана они объявили еще два месяца. Давно, да, давно. Никого они не хотят напугать. Это все делается для внутреннего использования, для внутренних этих, для своих граждан, если можно их гражданами назвать, для своего населения. Это делается абсолютно вот с той же самой пропагандистской целью. Типа вот сам дурак. Помните, мы говорили, начинали с этого, что пропагандистская работа, это работа на принципе сам дурак. Вот и все. Вот это вот сам дурак они здесь показали. Никто же не будет никогда выполнять международный розыск, объявленный Российской Федерацией по отношению к международным судам, международным прокурорам, которые ведут производство в отношении руководства Российской Федерации. Никто не будет делать. Но своему населению надо сказать, вот видите, о, мы их тоже вот ловим. И как только Каримхан приедет в Москву, да? Как только Каримхан приедет в Москву или в Сочи к нам на отдых, он обязательно приедет, потому что лучше в Сочи отдыха нигде нет. Мы его тут же поймаем. Да. Вы знаете, на днях также СМИ сообщили, что Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека. И для этого пытается заручиться поддержкой других стран. Вот она, оказывается, числится, ну, кандидатом на выборах в Совет по правам человека 24-26 годов, которые должны состояться 10 октября. И она ведет, вот, как пишут, агрессивную кампанию за место в Совете, предлагая, в том числе малым странам, там, и зерно, и оружие, да, в обмен на их голоса. И даже пишет письма, призывая проголосовать за них. И вот приводится такая цитата, я хочу буквально процитировать. В случае избрания Российская Федерация сосредоточит свое внимание на этом вопросе. Мы будем твердо отстаивать принципы сотрудничества и укрепление конструктивного взаимоуважительного диалога в Совете с целях поиска адекватных решений по вопросам правам человека, говорится в документе. Вот мы сейчас только видели кадры из Бучи, кадры из Изюма, и мне кажется, там как раз и показаны их с точки зрения их адекватных решений по вопросам прав человека. Вот, приложили бы, не знаю, это видео, можно просто к этому письму прикладывать и рассылать вместе с их просьбой проголосовать за них, как вы считаете? Так это вот должно делать наш МИД. Вот это должен делать наш МИД. Вот всем этим странам, по отношению к которым агрессивно ведет политику Российской Федерации, лоббируя свои желания стать членом Совета по правам человека, вот это должен наш МИД делать. Он должен туда все вот эти вот, и, скажем так, выставки, как мы говорили, это организации ООН, да, которые сейчас по нарушению прав человека, которые были у нас, все по Бучи, все, что есть, туда отправить. И вот сказать, кто кому как бы должен голосовать. Это должен делать как раз таки МИД. Ну, я думаю, что, в принципе, мы проигрываем достаточно серьезно, мы проигрываем еще информационную кампанию, потому что у нас до сих пор нет адекватного канала, который бы вещал на нормальном англоязычном пространстве для того, чтобы показывать и достаточно серьезно, агрессивно вести политику, проукраинскую политику в европейских и странах, ну, других странах. Потому что, понимаете, в чем дело, то, что, вот, с одной стороны, я, конечно, надеюсь, оптимист, да, потому что, смотря на резолюции, на голосование по резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН по различным вопросам, где осуждалось действие России в Украине, там голосовалось о 100 плюс странах. То есть, как бы, есть надежда о том, что 100 плюс стран этих не проголосуют за Россию в Совет по правам человека. Однако, как бы, есть же бедные страны, для которых это зерно, деньги, оружие, все, это очень важно. И вот этот вот глобальный юг, он очень неоднороден. Он очень неоднороден, и там тоже, как бы, могут найти все страны, которые будут за это голосовать. И тут просто-напросто, вот, наша информационная политика должна быть такая же самая агрессивная, может быть, даже еще больше агрессивной, чем российская. Я думаю, что все будет. По крайней мере, вы видите, как работает Freedom, как смотрит наш канал, и русскоязычная аудитория, она видит все, что происходит, и знает правду. Ну и буквально у нас остается буквально пару минут об очередных военных преступлениях РФ. Хотелось бы хотя бы кратко поговорить. Вот вчера стало известно, да, вот, что во время атаки на врага, да, на пограничную инфраструктуру в паромном пропуске Орловка на границе с Румынией в Одесской области пограничникам и работникам паромного комплекса удалось вывести из-под удара два автобуса с гражданскими людьми. Причем один из них, это был автобус с детьми, об этом рассказал руководитель комплекса Юрий Демчогла. Вот, слава богу, никто не погиб. Но видно, что россияне явно же метили именно в то место, где всегда очень много мирных людей. Ведь это еще одно военное преступление. И, кстати, жители Румынии видели, как Россия атаковала дронами паромную переправу, это через Дуна и между вот Украинской Орловкой и городом, который называется Исакча. Вот, если можно прокомментируйте это военное преступление, я попрошу, может быть, режиссеры покажут вот момент этого удара как раз. Вот сейчас, видимо, они уже слышат, как звучат мопеды. И вот сейчас должен раздаться взрыв как раз. Вот видим взрыв, и на видео, кстати, хорошо видно, что он происходит где-то в районе, где скопились гражданские грузовые машины. Вот где здесь линия фронта? Где военные объекты? Ведь все же видно, видно же, куда стреляют и чем стреляют. И явно не слышен звук от этого иранского мопеда. Вот такое, например, видео может быть приобщено к доказательствам? Давайте я вам повисню. Ну, сложно. Ну, я не хочу быть адвокатом дьявола. Не хочу быть. И не хочу одновременно говорить какую-то неправду. Просто скажите ваше мнение. Я хорошо знаю этот пункт пропуска. Я был на нем, я знаю, как он работает. Я вот понимаю, что это сейчас вот это вот идет движение с румынского берега в сторону украинского берега. И там стоят машины, там стоят автобусы. И вот они попадают как раз-таки по берегу, по территории нашего пункта пропуска. Там, да, там паромная переправа, паромный пункт пропуска. И там все совместные. Там идут и легковые автомобили, и грузовые, и автобусы пассажирские. Все это заходит на паром. Потом паромы перевозятся на другую сторону. Ну, у русских будет простая отговорка. Вот это законная военная цель. Тут идут грузовики, которые перевозят военную амуницию или еще что-нибудь. Горючее топливо для украинской армии, поэтому мы туда пили. Вот для них это вот любая, любая логическая, да, логистическая, любая логистическая цепочка или любой логистический хаб, который есть, а пункт пропуска это тоже логистический хаб. Они будут объяснять это этим. Вот, скажем так. Поэтому подтянуть что-то здесь под военное преступление, ну, извините. Как бы вот тут вот... Ну, по крайней мере, вы видите, я и все зрители видят, что произошло на самом деле, а юристы уже скажут свое слово на трибунале, когда он будет над всеми этими военными преступлениями. Ну, да, ну, понимаете, тут ситуация такая, любые удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями. Они будут апеллировать к тому, что это не гражданская инфраструктура, что это военная инфраструктура. Там ваши пограничники, ваши пограничники с нами воюют и так далее и тому подобное. Там идет снабжение, там идет все это такое вот. Вот это их будет апеллироваться. Да для них и высотка в Днепропетровске и в Кременчуге... Ну, для нас это же ничего не меняет. Да, для нас это же ничего не меняет. Ну, для них, смотрите, в Кременчуге даже, для них торговый центр, это тоже для них был военный объект. Абсолютно точно. Для нас это ничего не меняет, понимаете. Мы просто-напросто еще раз видим, что они готовы бить по всему, чему угодно, да. По всему, чему угодно. Есть там дети, нет там детей, они не разведали цели. У них просто есть цель какую-то, вот, хаб логистический. И вот они туда бьют. Кто там сейчас? Дети с автобусом с детьми и автобусом без детей. Им этого ничего не надо. Поэтому в совокупности тут и без этого хватает. Без вот этого прилета этого дрона хватает. А то, что это подтверждает о том, что Россия является агрессором, российское руководство, это люди, которые постоянно совершают преступления, и это преступление имеет признаки геноцида в отношении украинского народа, это уже точно ясно всем. Виктор, спасибо. Спасибо вам большое за вашу юридическую экспертную оценку того, что происходит. Напомню зрителям Виктор Чумак, заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор в 19-20-х годах был в эфире Фридема. Спасибо, что откликнулись. Спасибо. Спасибо.